Были опубликованы протоколы областной комиссии, сводная таблица. На следующей неделе мы планируем опубликовать итоги голосования по всем избирательным участкам на территории Ульяновской области. То есть идет плановая работа. Но наша пресс-конференция, она связана не с тем, что мы будем еще раз оглашать цифры какие-то. Мы это сделали на вчерашней пресс-конференции и, повторюсь, уже что-то и опубликовано. Сегодня на одном из порталов сети интернет появился ролик о том, что на избирательном участке в городе Димитровграде был совершен вброс. Так и пишется. Вот вам вброс, а вы говорите о том, что выборы прошли честно. Для того, чтобы понять, что происходило на этом самом избирательном участке, мы сегодня на нашу встречу с журналистами, с вами, уважаемые коллеги, пригласили непосредственных участников событий, что называется, и членов избирательной комиссии, участковой, и председателя территориальной избирательной комиссии города Димитровграда. И, я так понимаю, наблюдатели есть, да? И, да, значит, попросили мы прийти Александра Викторовича Чайпухина, председателя общественной палаты Ульянской области, и Людмилу Александровну Крутилину, Уполномоченная по правам человека в Ульянской области. Ну, то есть, пригласили всех тех, ну и, конечно, вас, уважаемые коллеги, журналисты, пишущие и вещающие, что называется. Кто-то не смог прийти, но это приглашали всех, по крайней мере. Для того, чтобы посмотреть, задать вопросы, послушать ответы, прежде чем показать ролик, да, сегодня мы посмотрим с вами то, что было на портале УЛНовости, и потом посмотрим то, что есть на служебном портале избирательной комиссии, значит, тот процесс со звуком, между прочим, все, что происходило, вот по тем же самым временным отрезкам, установить их несложно, что происходило, значит, с точки зрения объективного наблюдателя, то есть камеры видеонаблюдения. Но прежде чем начать просмотр, я хотел бы вам довести до сведения всех присутствующих, значит, ну, выдержку из постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о нормативах технологического оборудования для участковых избирательных комиссий при проведении выборов и референдумов Российской Федерации, а в частности требования к ящикам для голосования, значит, ну, определенный параметр этих требований. Значит, мы с вами понимаем, да, что избиратель, получив избирательный бюллетень, значит, заполняет его в кабине для тайного голосования, затем подходит к ящику для голосования, складывает бюллетень таким образом, чтобы, или не складывает, это уж как ему удобно, ну, по крайней мере, есть рекомендации Центра избиркома о том, чтобы мы рекомендовали избирателю складывать избирательный бюллетень, чтобы не видно было вот этой самой отметкой, потому что бюллетень опускается в прозрачный ящик, вот. Так вот, после этого он опускается в ящик для голосования. Там есть прорезь, все вы, наверное, голосовали, знаете, что там есть прорезь очень узкая, значит, в которую опускается этот бюллетень. Вот в требованиях к размерам этой прорези сказано, что в съемной накладной пластине должна быть предусмотрена прорезь длиной 23 сантиметра плюс-минус 1 сантиметр и шириной 0,3-0,5 сантиметра, то есть от 3 до 5 миллиметров. Значит, ну, мы после записи, я взял с собой специальную калиброванную линейку, значит, измерим вместе с вами ширину прорези на нашем ящике для голосования, который, собственно говоря, является, ну, точной копией того ящика, который вот показан на видеоролике, да, и дальше мы будем комментировать. Я прошу для начала включить то, что мы видим в сюжете на портале УМ-Новости. Пожалуйста. Только надо расширить экран. Это идет сейчас интернет, это не записи какая-то, то, что мы сейчас в интернете видим, вот, и слышно. Не, музыку надо убрать, потому что она мешает. Вот смотрите. Значит, опускается бюллетень для голосования, да? Опустили. Это наблюдатели, так понимаю. Остановите, пожалуйста, кадр. Остановите, пожалуйста, кадр. Нет, Вир, звук убери, кадр останавливай. На паузу нажимай. Опустили. Да? Дальше. Опустили. Упал, уберите. Стоп. Стоп кадр. Вот смотрите, у дамы бейджик. Белого цвета, да? Кто это? Это член. Это вы, да? Это вы были. Так. А почему вот обратили внимание на ваше голосование? Что там? Не знаю, почему бы это внимание. Вы один бюллетень отпускали? Конечно, один. А почему вы голосовали на этом участке? То есть вы, воспользуясь этим новым, новой нормой закона, тем правом голосовать по месту нахождения. Вы находились по месту нахождения. А вы член комиссии права совещательного голоса впервые участвуете в процессе? Нет, я в выборах не впервые участвую, я участвую в выборах уже, это у меня, наверное, 2004 год. То есть это не первые мои выборы. А вы были одним членом комиссии права совещательного голоса на Мире? Одна была, да? Ясно. Хорошо, хорошо. Так, ну давайте дальше продолжим. Почему же так заинтересовало ваше голосование? Ну, сейчас посмотрим. Вот давайте, идите, идите дальше. Так, хорошо. Опа, теперь обращайте внимание. Стоп. Так, хорошо. И продолжаем. Следующий вот кадр бабушки. Я прошу внимания обратить не на красную линию, красную стрелку, а вот на тот ящик. А потом, если кому интересно, посмотрим вот эту красную стрелку, вот эту тетеньку. На бабушку. Стоп, стоп. А, извините. Стоп, подождите. Нет, смотрите, все-таки вот на тот ящик, смотрите, там ноги еще бабушки остались, да? И смотрите, упадет бюллетень или нет? Посмотрите. А потом прокрутим назад. Бабушка ушла, бюллетень не упал. Теперь продолжаем смотреть за тем ящиком, за которым мы сейчас наблюдали. Который пустой. Который пустой, да. Нет, подождите, секунду. Нет, да. Вот, подходит женщина. А, это вы подходите? Да. У меня все герои. Так, слушайте, все герои. Оп, стоп. Остановите кадр. А или вот это еще покажите. Вот это покажите, остановимся. У меня один бюллетень. Оп. Вот один пошел. Стоп кадр. Ну, объясните, пожалуйста, вот, что это было. Даже объяснить не могу. Один у меня бюллетень. Так. Я тоже работала членом комиссии. Угу. И я с 7 утра там. И до самого последнего подводили итоги. Нет, хорошо. Ну, вот как получилось, что вы, когда опускали бюллетень, что-то, какая-то... Я никаких препятствий не... Не, 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 ну, как получилось, что вот бюллетень, вы опускали, но сначала один упал, а потом ваш. Ну, я вам могу пояснить. Тот бюллетень, который опускала перед вами бабушка, он просто застрял в прорезе. Я даже не знаю, я чуть-чуть не... Ну, это... Я дома тоже уже... Давайте, я понял, давайте вернем запись назад. Немного. Не, не, вот еще, еще, еще. Вот на красную стрелку сейчас обратим внимание. Вы представьтесь пока, пожалуйста, вот, кто вы. Я, я могу дать ему обидеть, а... Ну, в первый раз была. Угу. Ага. Хорошо, давайте еще ведем чуть-чуть назад, тут голосование ваше, посмотрим, как вы голосовали. Подтверждаете что-то вы, да? Да, да, да. Ну, мы и так видим. Нет, еще, еще, еще дальше, еще дальше, еще, еще, еще. Еще, еще, еще чуть-чуть. Вот, вот теперь включаем. Ну, вот сейчас вот посмотрим, так. Вот это вы выходите, да? Так. Ну, стойте, остановите кадр, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы, только в микрофон лучше говорите. Да, и вообще, кто говорит, лучше в микрофон. Ну, нажимайте, нет, нет, вот, вот это нажимайте, да, вот так вот. Скажите, вы один бюллетень получали? Один, конечно. Один, да? И один бросили. Вы наблюдатель. А? Вы наблюдатель сами, да? Я наблюдатель. Тоже голосовали потому, что по местонахождению, да? Я голосовала, да, я брала открепительный талон, я вообще должна была в Старом Городе. Да, я писала заявление, брала это самое, я вообще должна была в Старом Городе. Ну, так, как бы я была наблюдатель, время, думала там это, и поэтому я проголосовала именно в 25-й школе. Хорошо, идем дальше, смотрим дальше. Так, 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 вот. Это кто? Это я. А, это вы, мы уже смотрели, да, все понятно. Я тоже уже брала талончик, я в другом участке должна была, но так, как здесь постоянно. Заметьте, коллеги, стоп, давай еще, Ирин, чуть-чуть назад. Заметьте, коллеги, вот смотрите, тот человек, который вот размещал это, он видит явно, что еще, вот вы, еще раз представьтесь, только в микрофон. Людмила Павловна. Людмила Павловна, да. Видит, что Людмила Павловна еще в руках держит бюллетень, но что-то другое уже упало, да, то есть не протолкнутый бюллетень. Продолжай, идем дальше. Вот, видите. Оп, она еще держит. Она еще держит. Да, все, смотрим дальше. Так, 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 так. Это бабушка, она, это бабушка, она прям падала, ей плохо стало. Я дежурила. Я как раз смотрела, что это было. Так, вот теперь мужчина. Оп, стоп. То же самое. Вернемся назад. Почему так получилось с мужчиной? Вернемся, еще дальше, вернемся, еще дальше, еще дальше. Вот, вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Посмотрите, женщина опускает бюллетень, вот в голубом этом, значит, шапке, вот опускает его. Он не падает, заметьте, она пытается, но не падает. И она ушла. Теперь продолжаю смотреть на тот ящик. Подходит мужчина. Держа в руках бюллетень еще, он падает, протолкнул. И теперь свой. Почему он так легко зашел? Потому что он был не сложен. Он был не сложен. Смотрим дальше. Так, теперь вот тоже интересный кадр. Так. Упал бюллетень. Почему внимание непонятно? Там, потому что, когда падают, они, начинаются движения, понимаете, остальные спархивают. И кажется, такой же... О, а вот тут, смотрите. Там показалось, что он как-то закружился, нам показалось, что их два. Мы подошли, смотрим, а где лежит один. На, ну там еще, да, ну там, там еще... Но они тоже смотрят. Вот было чувство, что он как-то закружился, как будто их два. Было такое чувство. Ага. Ну, как-то подошли, мы увидели, что он лежит один. А вот цветной, это что было там? Ну там, я... Параллельные выборы шли. Татьяна Александровна, вот вы заметили, что там цветной, ну мы, по крайней мере, увидели, что там цветной что-то. У нас параллельно шло голосование по комфортной среде. В смысле, параллельно на участке, что ли? В другом кабинете, 107 кабинет, это совершенно в другом месте, но голосование. И некоторые избиратели, особенно пожилого возраста, они путались и не понимали, за что голосовать и куда. Одного такого мы остановили, когда он пытался одновременно бросить бюллетень избирательный и бюллетень по комфортной среде. Но вот в данном случае пролетело вот... Ну вы, я хотел бы, чтобы вы уточнили фразу, потому что такие средства массовой информации присутствуют, и чтобы все вашу фразу правильно поняли. Вы сказали, что они не понимали, за что голосуют. Вы имеете на выбор... Нет, я не говорю, потому что они не понимали, за что они голосуют. Я имею в виду, что некоторые путали эти два вида голосования. Видимо, люди не совсем бывают адекватны, может быть, пожилого возраста. Да, и не понимали, что эти два бюллетеня, они в разных местах голосования проходят. Это даже не бюллетень было, это было оповещение. Да. Их пригласили, приглашение на голосование. И они не ориентировались к помещению нашим. Там стоял, конечно, человек, который на программе, но они сначала должны были отдать голос сюда, а потом по этой комфорте не собираются. Юрий Иванович, я тоже могу подтвердить то, о чем сейчас говорится. Действительно, по ошибке несколько человек, то есть это подтвердили наши наблюдатели от общественной палаты, которые работали на этом участке, по ошибке несколько избирателей эти приглашения туда в урну бросили. Поэтому, может быть, это тоже какое-то внимание привлекло. Но то, что вот сегодня мы смотрели и то, что сегодня обсуждали, тут не нужно акцентировать внимание только на Димитровграде, на этом участке. Сплошь и рядом. Я сам лично и был избирателем, голосовал, и был наблюдателем на этом же участке. У меня с первого раза туда засунуть листок не получилось. Это в моем ролике видно в Инстаграме. Там 25 тысяч просмотров этого ролика. То есть то, что бюллетени зависали, они зависали постоянно, ничего страшного в этом нет. Второй избиратель подходит, свой начинает туда опускать, и, естественно, предыдущий падает, тот, который не упал. То есть ничего тут сверхъестественного нет. И с этими урнами это везде сплошь и рядом было. Можно еще добавить? Напомню, что прорезь от 3 до 5 миллиметров. Пожалуйста, добавьте. Там еще, если послушать звук, то мы комментируем. Мы сказали, что, ну что ж, попал он туда. Давайте мы звук сейчас посмотрим. Да, мы послушаем. Ирина, включи, пожалуйста, те же самые отрезки, которые содержатся на служебном портале. Значит, без музыки, но со звуком. Звук, пожалуйста, максимальный. Чтобы мы не только видели, но и слышали, что там происходило. Вот это вы идете. Это начало дня. Председатель говорит, мы надеемся, что 8 часов 8 минут 59 секунд. Так, внимание. Что там? Упал. Следующий отрезок показывает. А, ну конечно, да. Нам просто нарезки, вот те, которые были на этом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Бабушкин улетел. Бабушкин улетел. Бабушкин улетел. Бабушкин улетел. Следующая нарезка. Внимательно слушайте, что говорят члены комиссии, когда подходят к ближнему ящику. Бабушкин улетел. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дело в том, что сейчас чернят работу всей нашей комиссии. Мы честно очень долго и кропотливо работали. Чернят людей, которых знают многие в городе. Это преподаватели, это учителя, это служащие, это рабочие, которые в свободное время участвуют, исполняют государственные обязанности. И прошу нас защитить просто от этих посягательств, защитить нашу честь и достоинство, потому что мы работали честно. И люди, которые хотят дешевую популярность завоевать, помещать такие ролики, они завоевывают, может быть, эту дешевую популярность, но при этом они и обстановку дестабилизируют и пытаются, я считаю, очернить результаты выборов. Спасибо. А я вот забыл спросить, а из присутствующих членов комиссии представитель партии есть или наблюдатель? Вы представитель партии какой? Да, здравствуйте. Я представитель партии КПРФ. Мне бы хотелось бы тоже высказать. Конечно, давайте. Только надо фамилию ночью сказать. Меня зовут Лукоянчев Степан Сергеевич, представитель коммунистической партии РФ. Ну, мне бы также хотелось бы добавить, я согласен со словами Татьяны Александровны, и мне бы хотелось бы добавить, что да, действительно, данная комиссия работает уже много лет. Вот. Так получилось, что в этой комиссии присутствуют люди различных партий, и в день голосования были также наблюдатели из различных партий. Вот. Так получилось, что в данной комиссии все люди нашли какой-то общий язык, все сработались, ну, по каким-то, наверное, психологическим причинам и так далее и тому подобное. Вот. В день голосования я, как представитель партии от КПРФ, был на выезде. Вот. В некоторых местах видно, что все три ящика стоят там на месте. Я также был там на месте, да, перевностных ящиков. Мной, как представитель партии КПРФ, не было зафиксировано никаких нарушений. Вот. Ну, мне бы хотелось бы также добавить то, что вот то, что мы сегодня увидели, ну, наверное, это необходимо правильно проанализировать, потому что все-таки, кто бы это ни сделал, ну, по предварительным данным, молодые люди, которые еще и несовершеннолетние, вот, что они, возможно, как-то пытались выявить свою гражданскую позицию. Они посмотрели вот это видео, что-то здесь увидели, но, возможно, неправильно поняли, потому что они не понимают, не всегда понимают, как работают избирательные участки. Вот. И я сам преподаватель, работаю в университете, и, вы знаете, не все студенты даже старших курсов понимают, как устроена наша вот современная система голосования, как работает государство, куда необходимо жаловаться, как необходимо правильно писать эти жалобы, либо заявления. Вот. Я считаю, что, вот, возможно, представители избиркома в Ульяновской области, думаю, это будут учитывать, вот, и при возможных санкциях на молодых людей, вот, которые, какие эти санкции будут внедрены в дальнейшем-то, вот. И также мне бы хотелось сказать о том, что те средства массовой информации, которые вот предоставили нам данное видео, опубликовали его, вот у нас на сегодняшний день в Российской Федерации часто говорят, что вот нарушается права человека, что у нас не свободные СМИ. Вот. Есть свободные СМИ, и, опять же, вопрос санкций. Какие будут приниматься санкции со стороны региональных властей для того, чтобы обеспечить все-таки свободу этой СМИ, чтобы эти группы ВКонтакте не закрылись, чтобы портал Rupert 73 не закрылся, потому что все-таки люди пользуются данными информационными источниками. Вот. И я думаю, что здесь необходимо все точно и четко проанализировать. Ну и, конечно, я думаю, что эти информационные источники, которые разместили данную информацию, они должны принести извинения, как людям, которые были представлены на этом видео, потому что многие из них работают в этих школах, в этих организациях города Димитровграда, многие учителя, преподаватели. Вот. Естественно, большинство современных школьников, большинство современных студентов, они пользуются именно этими информационными источниками. Она состоит в группах ВКонтакте. Вот. И они, конечно, увидят эту информацию. Вот. И будут ее распространять между своими сокурсниками, школьниками и так далее. Вот. И эта информация в дальнейшем будет неправильно, возможно, иметь поняты. Вот. А от этого нужно тоже обезопасить. Вот. Я считаю, что данные информационные ресурсы у нас с вами должны принести извинения, как отдельным членам этой комиссии, так и в целом. Спасибо. Потому что, опять же, я повторюсь, что там много представителей различных партий и управлений. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще кто-нибудь хочет добавить? Поддерживай. Пожалуйста. Только микрофон, пожалуйста. Работает. Я работаю учителем уже 40 лет. Представьтесь, еще раз. Людмила Павловна Ремезова. Я не только учитель, я пишу книги, у меня три книги. Я и лицею нашему 50 лет. И вот это черное пятно я считаю не только на мне, но и на нашем лицее. Не так обидны вот эти ролики. Тот, кто смотрит их, он может и ничего не поймет. Но комментарии к ним посадить, там нецензурщина, все. И вплоть до того, что мы жалеем, что у нас такие учителя. Хорошо, что вот в нашей школе такие, а вот 25-й вот эдакие теперь. Татьяна Александровна, уважаемый человек, зауч работает. Мы столько с ней сотрудничаем. Под ее началом выборы всегда проходят тип-топ, все сходится всегда. Поэтому мы смело с ней идем всегда в эту компанию, включаемся. И мне очень неприятно вот эти комментарии. И сегодня я вынуждена была оставить свой класс и ехать сюда, бросить все. Бросить детей, начальная школа у меня. И это вообще противоречит моим жизненным принципам. Я всегда всем родителям, сколько работаю, говорю, никогда нельзя обманывать. Это первый мой принцип. Не врать. Не своим детям собственным, не ученикам, не родителям. Это источник всех последующих неприятностей. И вот сейчас я, когда сегодня пришла в школу, я еще не знаю, может быть, мои дети маленькие, но, наверное, их родители видели все это. И какая-то была такая зловещая тишина в классе. А потом, когда я уже зашла и узнала все это, думаю, ну, может, уже и начинают на меня сзади и пальцем показывать, и говорить, что вот это та самая пошла. И даже если вот это все уберется, сотрется, само это уже пятно, оно... Я не знаю, чем его отменить. Спасибо. Спасибо, коллеги. И я сейчас процитирую кое-что из Уголовного кодекса, без комментариев. Статья 128.1 называется «Клевета». Клевета, то есть распространение заведомо ложных, сведений, порочащих честь и достоинства другого лица, или подрывающих его репутацию, наказывается, и далее наказывается. Соответствующие санкции, там, штраф, осуждение, там, и так далее. Вторая часть этой статьи. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, или средствах массовой информации, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо за период до 1 года, либо обязательной работой на срок до 240 часов. Больше ничего не комментирую. Мягко скажу. Да. Поэтому я думаю, что те, кому положено установить, если, конечно, будет, наверное, ваше обращение, я тут ничего сказать. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Ну, сегодня территориальная избирательная комиссия по факту размещения видеоролика написала представление в органы полиции. В настоящее время член территориальной комиссии опрашивается в органах полиции. Такие же заявления были написаны всеми членами комиссии 3207. Пока мы ехали сюда, они тоже были опрошены. И мы будем настаивать на том, чтобы лиц, которые изготовили данный ролик, которые его разместили, были установлены и понесли наказание. Я считаю, что этот факт, этим фактом стараются раскачать спокойную обстановку в Димитровграде. Кому-то, видимо, не понравилось, что выборы в Димитровграде прошли спокойно, в рамках закона, невзирая на погодные условия, которые проходили по всей у нас Ульяновской области. Но, тем не менее, димитровградцы проявили активную гражданскую позицию. Явка достаточно неплохая была у нас в Димитровграде для главных выборов страны. И я считаю, что все равно необходимо установить и довести это дело до логического завершения. Потому что эти люди, которые со мной сидят... Ну, все, успокойся, не говорите. Потому что это пятно на всю избирательную систему, на все участковые избирательные комиссии. И потом очень трудно будет в дальнейшем формировать участковые комиссии. Многие могут просто не согласиться. Пойти... Полятно. Спасибо. Ваши... Обещал, идут и работают в комиссии. Нет, в любом случае, если у меня будет еще возможность, я еще раз пойду наблюдать. Вот. Спасибо. Я уверена, конечно, что в большинстве своем члены комиссии проявят... Они просто фанаты избирательной системы. Я думаю, что все мы пойдем не на следующие выборы, и они будут работать на следующих выборах. Но с этим тоже нельзя просто так оставлять безнаказанных. Спасибо. Они уже не молчат. Они нам комментарии все записали и прислали по всей той ситуации. Ну, в принципе, мы уже об этом все сказали. То есть добавить здесь нечего. Поэтому они тоже понесли определенный моральный ущерб среди... Ну, конечно, потому что не только члены комиссии присутствуют, но и другие наблюдатели... Я просто не буду... Получается, обвиняют всех. Да, я просто не буду транслировать то, что они прислали. Но они также возмущены этой ситуацией. Они прекрасно понимают. Они тоже сказали о том, что случайно кто-то приглашение на ПГГС туда бросил. Это очевидно. Это же видно. И они мне говорят, Александр Викторович, а что, люди не видят? Что там ничего нет? Что там комиссии нет? Ну, там ролик еще преподнесен так, что видите, там стрелками показывают, на что обратить внимание. А на самом деле, в это время, значит, происходит другое. Ну, давайте только коротко буквально. Вот еще раз повторюсь, да, молодые люди так попытались выявить свою гражданскую позицию. Возможно, по-другому они ее не смогли. И я думаю, все представители партии, которые здесь находятся, вам скажут о том, что вы... Те молодые люди, которые пытаются выразить свою гражданскую позицию, могут прийти в любую партию Российской Федерации. Стать наблюдателем, либо стать представителем, членом комиссии, в том числе и в КПРФ, либо в иную другую. Вот. Не нужно совершать таких действий. Пожалуйста, есть у вас гражданская позиция? Приходите к нам в партию. В общественную палату. Все, спасибо. Коллеги, ну и я хочу сказать еще, вот вы все намекаете, что это молодые люди, видимо, что-то уже известно, я просто не хочу об этом спрашивать. Ну, просто вот ответственность по той статье, которая называется «Клевета» наступает с 16 лет. Ну, то есть 240 часов чистый снег, это было бы польза. Точно. Хорошо. Людмила Александровна. Юрий Иванович, ну, конечно, вот обидно все это смотреть, потому что 18-го числа мы с вами смотрели трансляцию из Москвы, видели, что несколько таких вот подобных ситуаций показывали, да, и объясняли, как это происходит, да, и вроде бы инциденты все были исчерпаны, разъяснили, что действительно там бюллетень первый раз не смогли опустить, да, и потом последующий человек его протал. И обидно, что как бы уже все разъяснения были даны даже Центральной избирательной комиссии, но вот появились они увольнения. Я, слушайте, эксперимент я предложу сделать, конечно, вот мы специально бумагу принесли, правда, не бюллетень, а бумагу, но она, в принципе, да. Да, да, вот, коллеги, ну, я еще раз хочу сказать, почему такая маленькая прорезь, такая узкая прорезь в ящике для голосования, да, как раз она и сделана с той целью узкой, чтобы никто не смог туда протолкнуть больше одного бюллетеня. Ну, видите, даже один бюллетень, просто размер был большой, кто-то складывал вдвое, кто-то втрое его складывал, да, кто-то даже в четверо, и поэтому, конечно же, ну, определенные там проблемы были именно с тем, чтобы он упал. Ну, коллеги, ну, члены комиссии я им предлагать не буду, и наблюдателям, они знают все, и журналисты, кто желает провести эксперимент, попробовать опустить в ящик для голосования сложенный бюллетень, вдвое хотя бы, да, если его, да. Ну, не, ну, нет, мы сейчас потестим разные, значит, у нас будет один согнутый, вот так вот, сказали втрое, да? Да, раз, значит, один будет у нас втрое согнутый. Ну, это вы идеально делаете. Ну, один будет не смятый. Ну, так вот. Ну, один целиковый, начнем с целикового, он самый простой. Давайте, да, да, да. Так, чтобы все видели, да, чтобы камеры видели, да, целиковый. За президента пролетел. Проходим. Значит, за президента, ну, вот так. Вот, и вот, вот он, понимаете, да. Вот он везде, и все. Ну, чтобы я, как-то похлопать, мы не в каждой бабушке, наверное, скажем. Все равно висит. И он висит. А потом берем еще раз. Предлагайте, только похлопать, похлопать. Вот, вот, брось, брось, брось. Брось, 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 брось. Ну, все, перебивку, да. А можно потом эту бумагу вытащить? Ну, конечно. Мы кому-нибудь? Вот, вот он, вот он. И вот вторым. Коллеги, но я вот решил все-таки, я принес специально калиброванную линейку, вот, специально калиброванная линейка. Это большой секрет, да. Попросил коллег из службы, которые используют только калиброванную линейку. Значит, я попросил бы коллег-журналистов, чтобы они там кого-то замерить. Понятно? Гонкон. Вот сколько у нас тут у меня. Вот именно, обиднообразная линейка, да. Чушь. Чушь там очень-очень. Я свой-то не был. Мы игреем. Калиброванная линейка. У нас на лейтуре есть калиброванная линейка. Вы не переживаете. Я не видел, что изготовленного линейка. Мы игреем. Мы игреем. Мы игреем. Мы игреем. Мы игреем. Мы игреем. Нет, там вообще видно, как они падают. Вот один застрял, второй протал. Короче, товарищи, которые сделали ролик, писать на пожаре его и пустилят. Ну да. Там нифига не видно. Здесь важно и видно, что как падают. А там у них расключится. Да, расключится, это артефактами пошло. Здесь ничего не видно. Естественно, люди двум старались, уже двое суток делали. Это вот, да, к вопросу. А почему бы его не выложить сразу? Ну это же утреннее событие в основном, да? Ну, по крайней мере... Его смонтировать надо же. Его же надо успеть смонтировать. Возьмите нормально, а где смонтируйте его. Потому что выборы на территории города проходят спокойно, да? И сразу... И вам же не будет. И все происходит. И не хочу, по-моему, он уже... Не хочу сделать... Я... Мир Станович, да. Я... Я хочу, чтобы это сделали вы сами. Не хочу. Уважаемые коллеги... Я... Коллеги, я приношу свои извинения за то, что вам пришлось сегодня приехать после трудного дня рабочего, после многочасового неиспания... Слово неиспания. Ирина? Слово неиспания, правильно? Да, да. Вот. Недосыпа, да. Против... Многочасового недосыпа. Да. Вот. Спасибо вам за работу. Спасибо вам большое. Я хотел бы, Людмила Владимировна, попросить, чтобы вы собрали всех членов участковых комиссий... Всех членов участковых комиссий, участковых комиссий города Димитровграда. Обязательно, чтобы показали, еще раз, вот этот фейк. Обязательно. Обязательно. И попросили, чтобы они на эти вещи, ну скажем так, смотрелись юмором. Это Дим ТВ надо отдать. Дим ТВ надо отдать, да. Спасибо, извините, пожалуйста. Спасибо вам большое.